Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь притчу сию. Кому подобно есть Царство Божие и кому уподоблю е? Подобно есть зерну-гарушну, ежеприем человек, в верже вертоград свой, и возрасте, и бы с древа вели, и птицы небесные, вселишеся в ветве игу. Паки речи, кому уподоблю Царство Божие, подобно есть квасу, ежеприемши жена, скрыв муце сата три, донежи вскиси все, и прохождаши сквозь грады и веси, уча и шествия творя во Иерусалим. Речи же некий ему, Господи, аще мало есть спасающихся, он же речи к нему. Подвизайтеся в нити сквозь тесные врата, и о комнозе, глаголю вам, взыщут в нити и невозмогут. От нели же восстанет дом владыка, и затворит двери, и начните вне стояти, и ударяйте в двери глаголюще. «Господи, Господи, отверзай нам!» И отвечав рече вам, «Не вем вас, откуду есте!» Тогда начните глаголати, «Я дохом пред тобою и пихом, и на распутьях наших учил еси!» И речет глаголю вам, «Не вем вас, откуду есте! Отступите от меня, вси делатели неправды!» «То будет плач, и скрежет зубов, и гда узлите Авраама, Исаака, Иакова, и вся пророки во Царствие Божие, вас же изгоним их вон!» «И придут от восток и запад, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божие!» Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 20 декабря. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию в английское чтение от Луки. 13 глава, с 18 по 29 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Он же сказал, «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. И еще сказал, «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня все, делайте ли неправды!» Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова, и всех пророков в Царстве Божием, о себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день предлагает нашему вниманию Святая Церковь. Итак, небольшой отрывок Евангелиста Луки, 13 главы, те слова Христа, в которых он говорит о том, что же есть такое Царство Божие, и предлагает нам два таких красочных образа. Во-первых, образ горчичного зерна. Ну, в древности горчичное из самого маленького зернышка, об этом мы слышим в других Евангелиях, что горчичное зерно считалось самым маленьким, из него вырастало огромное дерево, высотой там в 2-2,5 метра, а некоторые путешественники видели даже горчичные деревья, в 3 метра, а то и выше высотой. И вот здесь Господь сравнивает Царство Божие с горчичным зернышком. То есть, оно самое маленькое, самое неприметное, но вырастает огромным царством, в котором укрываются, вот как здесь написано, птицы небесные в ветвях его. Вообще, символом великого царства всегда считалось у древних могучее дерево. И вот не случайно Христос этот образ использует. Он говорит, что Царство Божие похоже, вот кажется, на незначительное семечко, но вырастает огромным. Здесь же говорится, что птицы небесные укрываются в ветвях его. То есть, Царство Божие, и это же параллель мы видим в 29 стихе, оно вообще открыто для всех и место для всех. Нету такого человека, кто имел бы пропуск в Царство Божие или удостоверение. Такие удостоверения не выдаются никому, но единственное, что мы можем делать, это себя самого готовить для того, чтобы войти в Царство Божие. Второй образ, это закваска, говорит Господь, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. То есть, закваска, что-то самое незначительное, что, казалось бы, ничего не может сделать, но вот эта закваска, она позволяет совершить то, что тесто все вскисает и становится пригодным для того, чтобы испечь из него необходимое. И вот опять же видим, что вроде бы самое незначительное, но оно совершает действия над всем, над всем. Какие вот здесь основные темы мы можем выделить, так вкратце. Во-первых, здесь Господь так вот ободрил, может быть, своих учеников тем, что все-таки, чтобы они не опускали свои руки. Понятно, что, ну, несколько человек, там, 12 или даже 70 перед лицом огромного мира, целой просвещенной вселенной, это ничто по сравнению с тем, что противостоит им. Но Господь говорит, что вот Царство Божие, оно такое, и мы не должны опасаться, что у нас попросту не хватит сил. Ведь нами управляет Бог, и нам помогает Бог в нашем деле, если это дело есть то, на которое Он нас поставил. Если это дело есть свидетельство Евангелия, благовестия, свидетельство Словом Божьим, то Господь нам в этом без сомнения поможет. И мы не должны думать и бояться чего бы то ни было. И вот здесь Господь, Он как бы своих учеников ободряет. Ну, дальше, вот спрашивает Его, некто сказал Ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал Ему, вот эти слова, важно как бы над ними задуматься. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Итак, то есть, вход в Царство Божие, он довольно-таки узкий. Что это означает? То есть, как вот так вот протиснуться, чтобы туда попасть? Это означает, что нужно себя приготовить. Как спортсмен, чтобы достичь каких-то высот, чтобы зайти на первое место, он тренируется, он тренирует себя, свое тело, свою волю, достигает результатов здесь на тренировке, и потом в самый необходимый момент прилагает все свои усилия и достигает желаемого, или, может быть, напротив, не достигает, то также и здесь можем сравнить с жизнью духовной. Вот мы должны подвязаться, Господь говорит, подвязайтесь. То есть, нам даны средства для того, чтобы себя, себе помогать своей собственной душе. это и внешне, и внутренне. Господь говорит, постом и молитвой изгоняется род сей. То есть, и вот сейчас мы проживаем время поста рождественского, и хоть сколько-то, может быть, отказаться от чего-то нам нужно, чтобы плоть не ставить выше своей души. Подвязайтесь молитвой. Молитва есть обращение ума и сердца человека к Богу. Это есть важнейшее дело, которое нас с Богом связывает. Молитва. это дела других добродетелей, которые мы имеем, и в первую очередь добродетели, и об этом мы уже говорили, это труд над самим собой, это стяжание добродетелей, смирение, крутость, терпение, любовь и многие другие, которые нам помогают. И вот дальше Господь говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. То есть, если мы с вами будем настраиваться сразу же на, ну, ставить себе, скажем так, высокую планку, идти к ней, и стремиться своей жизнью воплотить, тогда у нас будет возможность что-то сделать. Если мы всю жизнь будем с вами находиться в неком расслаблении и думать, что, ну, вот, как-нибудь уж, может быть, и попаду в Царство Божие, может, там, раскаюсь в чем-то, или, в принципе-то, я и не особо-то и согрешаю, то результат-то может быть не очень хороший для нас. Дальше Господь говорит, что, ну, вот, небольшую притчу затворит хозяин дома двери свои и к нему будут стучаться, а он скажет, идите отсюда, я вас не знаю, откуда вы такие. Тогда станете говорить, что мы еле и пили с тобой, но на улицах наших учил ты. Он скажет, отойдите меня, все дела вообще неправды, и я вас не знаю. Итак, то есть опять, какой аргумент здесь люди приводят, что мы вроде бы, ты проповедовал нам, и мы ели и пили перед тобою. То есть ты как бы знаешь нас, но этого недостаточно. То есть что можно сказать? Вот как интерпретировать эти слова, может быть, к нашей жизни повседневной? Ну, кто-то скажет, ну, мы там когда-то там бывали в церкви, там что-то слышали, что-то где-то там молились, вот, и какие-то религиозные обряды совершали. Но Господь там скажет, что я вас не знаю, я вас не знаю, он говорит. То есть нужно, всю свою жизнь изменить, уже в своей жизни воплотить вот это вот христианские идеалы и весь христианский подвиг. И вот поэтому и говорится об узких вратах, а не просто то, что там где-то что-то услышал, там вроде бы я верующий где-то тогда, когда-то крестился. Но это, оказывается, может быть недостаточно, если мы не имеем веры глубокой, если мы сами над собой не трудимся. И дальше говорит, что ну вот вы будете плакать, потому что увидите, как придут от востока и запада, и юга, и возлягут в Царстве Божьем, а вас просто выгонят. То есть придут язычники, которые реально воплотят вот то, что требуется от них. И вот эту веру будут иметь в своем сердце. А вы, говорит Бог, Христос, обличая иудеев, Бога избран народ, окажетесь за дверями Царства Божьего и вас попросту не пустят и скажут, что я вас не знаю. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим и с вами на путстве и на зидание каждому из нас. Мы читаем Евангелие от Луки, 13 глава, с 18 по 29 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.